Первопечатник — это тема благодатности книги, но и тема сожжения второго тома — это тема благодатности книги. Потому что если всю огромную литературу на этот сюжет свести к некоторым словам, к одному предложению, то это и будет вот что. Гоголь даёт себе отчёт в безблагодатности своей книги. Это, если угодно, взгляд переписчика. Если спроцедовать его на ситуацию XVI века, на ситуацию Ивана Фёдорова, то противники говорят первопечатнику, эти книги безблагодатны. Как это было важно? Это было чрезвычайно важно. Напротив стояла до конца XVIII века церковь Жан-Пероносец, она потом попала на Шереметерские дворы между восьмым и десятым домами, на слом. И там освещали тиражей, освещали, ну, наверное, крапили, не скажу точнее. Это было чрезвычайно важно. Так шёл спор между переписчиками и печатниками о благодатности печати, о благодатности книги. И о благодатности книги размышляет Гоголь. Он находит её безблагодатной и бросает в огонь. Это рифмуется с пожаром печатного двора в том смысле, что перед нами оказываются персонажи противники. Человек монашеского типа, говорящий о безблагодатности книги, и тот, кто утверждает, создаёт благодатную, по его мнению, книгу. Тот, кто становится жертвой огня. Да, вернее, чьё дело становится жертвой огня. То есть получается, что это взаимное положение, или точнее нерасположение, взаимное нерасположение двух противостоящих персонажей. А по-другому сказать, это две фазы существования одного персонажа, того самого фаустовского человека в минуту торжества и в минуту кризиса. И здесь очень интересная парность. А фаустовский человек занят в обе руки, ибо вначале было дело. Руки Гоголя уже ничем не заняты. Легко представить в одной руке книгу, которая была брошена в огонь, а в другой, например, дрова. А здесь доска. Правда? Руки уборны, дело окончено. Волосы упали на лицо. Да, это не прическа работника. Волосы забраны тесёнкой. Да, это работник. То есть зеркальность, парность строится здесь даже вот в таких деталях. Деталях, на мой взгляд, удивительных. Вот так я бы представил этот диалог, у которого есть, конечно, ещё несколько измерений, но эти, пожалуй, самые важные. Мы не находим здесь, я не нахожу, тайных имён, вторых имён, кроме самого общего, фауста. Но фауст — это не совсем имя, это архетип. В этом смысле, да, мы нашли имя, по крайней мере, первопечатник фауста. Гоголь в таком случае некий поверженный фауст. И если я что-то подзабыл из этого сюжета важного, то мы сможем вернуться в вопросах-ответах. А я хочу представить вам следующего фаустовского человека, совершенно очевидно, да? Это Пирогов. Не все его замечают. Памятник 897 года на Пироговке среди множества других памятников врачам, но между ними он, конечно, выделяется как старинный и, безусловно, качественный. Это замечательное произведение Шерлода, архитектора и скульптора в одном лице, автора исторического музея. Часовня Героев Плевна, где есть архитектурная, скульптурная часть. И вот это его, в сущности, предсмертная работа. Скульптурная памятника Пирогову Владимира Повича Шерлода. Прежде чем искать здесь тайное имя или диалог, я хотел бы обратить внимание на контекст, то есть на ту самую уместность. Думаю, что мы к этому сюжету еще вернемся. Дважды уместен, кажется, памятник. По явному имени, по тайному. Но вот, если говорить о явном, то в начале застроенных кварталов Девичьего поля, а они застроены клиническим городком Московского университета, стоит церковь Михаила Архангела при Акушерском институте. Это место, где начинается человеческая жизнь. От этого храма ведет внутриквартальный проезд, называемый «дорогой жизни», приводящий к часовне, а затем церкви Дмитрия Прилуцкого при патолого-анатомическом институте. Это совершенно осмысленный ансамбль, где жизнь понимается как такое умирание, что ли, как нарастание смерти, какое-то движение мимо медицинских учреждений разного профиля, и все это называется аллеей жизни. От храма до храма. На полпути, правда, на главной улице, стоит вот такой памятник, изображенный держит череп. И первый смысл, самый простой, момент моря, помню о смерти. И если предположить, что он следит за ходом солнца, например, это даже по сторонам света так и получается, по траектории нескучного и воробьевого гора, высокого противоположного берега, и по излучине Москвы реки Хармонической, то это такое слежение за кругом жизни. И в руках у персонажа череп. Высоко поднятый взгляд. Это интересно, мы еще с таким не сталкивались. Вообще взгляд персонажа очерчивает всякий раз ту или иную архитектуру. И если уж Гоголь смотрит в пол, в камин, то много шансов, что он попадет с большой площадью в маленький дворик. А Пирогов смотрит высоко вверх, ну и по какому-то простому, прямому и первому смыслу. Он, наверное, читает лекцию и очерчивает взглядом какой-то высокий амфитеатр. Не знаю, анатомический театр. Что-то студенческое. Чего нет на месте, кстати. Там совсем другой контекст архитектуры. Прежде чем продолжать, ибо человек с черепом, это такой персонаж, который сразу вызывает ряд ассоциаций в поиске тайного имени, я все-таки хочу сказать немножечко о положении зрителя. Кто зритель в этом монументе? Вот мы начинаем размышлять над черепом. Мы видим, изображен мыслищий над черепом. Мы стоим, задумываемся. А скульптор нас предусмотрел. Этому мы задумались над черепом. То есть мы как он. Правда же? Это не то, что подставить что-нибудь на потереть перед экзаменом, или открыть дверцу машинки, значит, сфотографироваться с персонажем, или залезть с ним на лавочку. Вот эти примитивные современные способы взаимодействия со зрителем, совершенно, которые выглядят после этого просто дикой попсой. Вот здесь тонкие, неявные способы взаимодействия со зрителем, которым надо, конечно, просто учить, учить детишек. Итак, мы с вами размышляем над черепом. А дальше все-таки вопрос, кто же он, размышляющий над черепом? Первая мысль Гамлет, и не знаю, есть ли у меня такой слайд, эта мысль, ну вот, например, эта мысль как будто подкрепляется тем, что персонажу подставлено не кресло, а трон. Персонаж сидит на тролле. Если это кресло, то его сделал царский мебельщик. Здесь видно меньше. Вот скорее здесь. Посмотрите, сходите, обратите внимание. Персонаж с черепом на тролле. Но если это Гамлет, то в каком же смысле? Может быть, в том, да, в каком, говорит Фортенбрас, будь он жив, он был бы королем. Но вот такой воцарившийся Гамлет, здесь размышление останавливается. Есть иконография святого Иеронима всегдашняя, да, с черепом. Всегда с черепом. Но и тут размышления не заходят далеко, кроме того, что мы видим здесь ученость, да, ученость и философичность, да, и то же самое размышление о смерти. И вот дальнейшее движение мысли здесь на тему «Кто это?» все время останавливается. Можно добавить, что на троне сидит персонаж в партикулярном платье, да, но мы же знаем, что это врач-профессор. Некто в партикулярном платье взобрался на трон. Возможно, возникает тема узурпации. Ведь тема Гамлета – это не тема узурпации, да, это тема как раз закона о наследовании. А вот человек в партикулярном взобравшись на трон, вот в таком смысле, непрямом, да, в поиске тайного имени, может быть понят как некий, как некий, ну, узурпатор или самозванец, да. Да, Геннадий Викторович Вдовин предложил мне тут в ответ очень ясную формулу на известное горнее место рассудка. Это разум взобрался на престол. Человек возвел на престол свой разум. Да, то есть это фигура совершенно нововременская, да, утверждающая царственность частного лица, вот, тем более такого великомудрого. Здесь одно маленькое, очень простое отступление. Вот вы сидите на стульях, а ведь стул – это тираж трона. На этом предмете сидит один человек, а остальные сидят на лавках или сундуках, если говорить о древности. Значит, тираж трона, стул – это очень простой и ясный манифест нового времени. Каждый царь. Стало быть, если перед нами государь сидящий перед амфитеатром, состоящим из мужей совета, или если перед нами вот просто профессор, читающий лекцию по медицине, то те, кто против него, и те, кто против него, легче представить сидящими на скамьях, да, может быть, на каменных скамьях. Но в новое время уже, конечно, на стульях. Вот перед ними такие мужи совета. Это если мы видим здесь царственную особу. Но вот кого же мы все-таки здесь видим, до конца остается непонятно. То есть опять можно ограничиться словом «фауст». Но, правда, это не ответ в том смысле, что мы находим архетип. Это бывает важно. Архетипов не так много. Фауст, Прометей, Дон Кихот, Дорджован. Но все-таки этот архетип применимый к разным персонажам, в том числе к тем, которых мы уже рассмотрели. Например, к первой печени. Мне хотелось продвинуться дальше. И тут оказалось, что для продвижения совершенно необходимо понять, что делает вторая рука, правая. Я не умею укрупнять, но это не важно. Вот что он делает? Ну, скорее всего, он демонстрирует строение черепа. Правда? Как-то показывает. Но жест несколько необязательный. Если приглядеться, может казаться благословением, но тоже не является таковой. Это очень странный, неточный жест. Здесь еще одно отступление шкалярского типа от точности жеста. Вот достаточно поменять градус простертой руки, чтобы полководец превратился в градооснователя или наоборот. Градус простертой руки от этого зависит. Ставится памятник на тему градооснования, например, или на тему вождения полков. Посмотрите, что делает рука конного Жукова, например. Это вообще непонятно. А вот непонятным жест свободной руки быть не должен. И здесь перед нами как будто неясный жест. Но памятник выполнен выдающимся мастером. Так не может быть. Тут внезапно, как-то бывает случайно, выяснилось, что из правой руки, вы наверняка это знаете, украден скальпель. Стало быть, медики, проходившие мимо этого произведения на работу или учебу, а это, напомню, клиники Московского университета, а сейчас медицинский факультет превратился в первый метод, но это он и есть юридически, словно бы поправили автора, потому что скальпелю нечего делать с костью. Но разве приемочная комиссия во главе со Склифосовским этого не знала? Стало быть, если есть сугубая бессмыслица, должен быть сугубый, то есть второй смысл, двойной смысл. И здесь, видимо, надо перейти к значению слова, потому что латынь различает скалпеллум и скальпрум, то есть ланцет врача и лизец скульптора. И русский вариант этого второго значения скорпель. И внезапно обнаруживается удивительная вещь. перед нами не препаратом, а ваятель мёртвых головок. Вот если только это допустить, ваятель на троне. Между прочим, первая ассоциация, которая возникает, когда говоришь, что в другой руке был продолговатый предмет, это, конечно, уже полная пародия на парадную царскую канагазку. Линные круглые предоскипетры державы. На троне сидит некто в партикулярном платье с пародийными знаками державы. Это тоже было бы темой, но она опять никуда не ведёт. Она ведёт к тому, о чём мы уже помыслили. Некий самозванец, разум на престоле. в общем-то, этого было бы достаточно. Но если скальпель это скорпель, ибо скальпель с костью не работает, то перед нами скульптор на троне. И вот таким образом удалось подойти к тайному имени без утверждения, что мастер не может... Вот это, пожалуй, не может быть неосмыслено. Это имя также архетипическое. Это архетипно. Ну, вы, если не знали, то, наверное, догадались или почитали. Скульптор на троне это Пигмалеон, царь Кипра, изваявший Галатею именно из кости. То есть архетипический скульптор. Архетип скульптора. Пигмалеон должен одушевить эту кость. Он ваяет царицу. Получается, что мы имеем дело с предсмертной работой художника, скульптора на тему, если угодно, благодатности своего творчества. То есть к прежней теме предыдущих персонажей благодатности книги в случае с этим фаустом добавляется вот такая тема. Благодатность остается здесь ключевым словом. Это некое размышление о живом и мертвом в творчестве. О благодатности творчества. Ибо персонажи обретают мертвую голову. Галатея не оживает. Я мог бы этот сюжет закруглить в этом месте, мы подошли к тайному имени, но возникает неожиданный новый поворот. Очень для меня интересный. Он вам покажется поначалу случайным. Оказывается, что Пигмалеон это личная эмблема Петра Великого. Вот пока без всякой связи. Штандарт с изображением Пигмалеона следовал на похоронах Петра сразу за государственными репами, за государственными символами. Оказывается, что это взято из голландских эмблематов, и смысл аналогии разъяснял тогдашний теоретик Феофан Прокопович. Известен его текст «Россия вся есть статуя твоя от тебя переделанная». То есть Россия царица, Россия Галатея. Что и в твоей эмблеме не ложно изобразуется. Что изобразуется на эмблеме? Коронованный государь высекает коронованную женщину. В этом смысле, скажем, Евдокия Лобухина для Петра это костная или костная даже непеределанная Россия. Это Россия старая, Россия переделанная, созданная Петром. В этом смысле может быть это же свина с новой царицей. То есть Екатерина оказывается такой голотей Петра. Но это само по себе замечательно, потому что малоизвестно. И тем не менее это оказывается контекстуально, потому что Пироговская улица называлась Царицынской. Царицынская она называлась по Царицыной Слободе. Царицына Слобода была Слободой при Новодевичьем монастыре, созданной на обиход последних дней Евдокии Лобухиной, возвращенной Шлиссельбурга в Новодевичьем монастыре. То есть Царицына улица это улица Евдокии Лобухиной, на которой возникает монумент с старинным именем Пегмалиона, Пегмалион личная эмблема внезапный такой, внезапный, резкий, да, неожиданный дополнительный смысл, который делает этот памятник уместным, делает его гением место по тайному имени, по тайному имени. Ну и не знаю, если вы не очень устали, есть еще один у меня сюжет, тоже я попрошу помочь, третью папочку можно открыть. Во всяком случае он был анонсирован, потерпите? Он был анонсирован это старый Достоевский. У Меркурова Сергея Дмитриевича есть трилогия Достоевский, Толстой и это сам автор и Владимир Соловьев без портретного сходства, названный в итоге мыслью, установленной на могиле автора. Это задумывалось как трилогия, следовательно, не столько о писателях, сколько о мыслителях. Трилогия великий мыслитель или собственная мысль. Безусловно, мысль запечатлена начали и в позе каждого из них. Это поразительные вещи. Но вот этот памятник я не рассматриваю, поскольку он превратился в часть некрополя. Мы говорим сегодня о фигурах, стоящих в городе. Хотя так было не всегда. Вот он на Цветном Булеваре в годы монументальной пропаганды, просто потому, что на Цветном Булеваре была мастерская автора, откуда их всех туда по очереди вытащили. А потом они стали расходиться по городу. Вот Достоевский на Цветном Булеваре. И вопрос, как его повернуть? Вот стоит ли он в перспективе продольной аллеи? Наверное. Это важно. потому что у него есть главный ракурс. Он всепосаден, но у него есть главный ракурс. И этот ракурс боковой. Ну вот здесь это яснее. Это очень красиво. Это 13-14-е годы, как вы наверное знаете. И хотя вышли они в город в 18-м году, их надо считать дореволюционными монументами. Достоевский и Толстой оказались в плане монументальной пропаганды. Друг Волначарский нашел их готовыми в мастерской Меркурова. И они как капитальные, так как сделанные на совести заранее, они собственно главным образом и пережили эту эпоху. Большая часть произведения монументальной пропаганды оказалась недолговечной. мне хочется конечно поговорить о тайном имени, потому что что делает монумент Достоевский? Только подписи и портрет. Будь предельно обобщен портрет, не будь подписи, вот здесь она например не читается, мы бы могли предположить и другое имя. Такие старинные драпировки, сползающая с плеча какая-то холамида. если это Достоевский то он уже помещен в некое условное пространство культуры в некое иное временное. Поскольку его устанавливали на 7 ноября то хотели сказать, что это он на эшафоте стоит в момент совершения граждан отмены казни. Что с ним происходит вот это. И это действительно если не главный посад то главный ракурс. Когда через 20 лет в конце 30-х годов памятник переехал во двор Мариинской больницы архитекторам которые делали привязку нужно было понять как ставить памятник. Вот Мариинская больница на Божидолке нынешней улице Достоевского и вот как это сделано. То есть фото немножко смущено но это памятник стоящий на оси в интерколумне вот так по центральной оси по оси главного входа Мариинской больницы. Можно посмотреть и на примере этого изображения а можно вернуться вот к такому чистому пока сейчас нас не интересует фон чтобы попытаться понять как вообще искать тайное имя. на мой взгляд первый ход простой это доисусное изображение да вот эта линия плеча это склоненная голова этот молитвенный жест рук все отсылает нас доисусный чинок анастаса где святые прежде всего да Богородица предтеча апостолы дальнейшее зависит от длины да от длины ряда отцы церкви могут вместиться предстоят да предстолом славы в перед воцарившимся спасителем в молении за людей на мой взгляд это совершенно очевидно отсюда очень часто видно знаменитый стрелец стоящий на телеге в утро стрелецкой карлины это да иисусная фигура и там есть свой спас да он прощается с людьми а второй смысл гораздо более интересным и вот здесь мы видим что-то подобное это фигура из иконостаса и значит назовем это так широко фигура апостольского образа то есть есть некий ряд незакрытый но в общем ограниченный имен которое мы можем здесь одобрать предложить выбрать возможно ли искусствоведческий анализ который сузил бы этот поиск сузил бы этот ряд имен это довольно довольно затруднительно но первое о чем хочется сказать материал Меркуров был армянский грек у него было замечательное чувство камня он родился в Армении он работал главным образом с камнем есть исключение каменно-металлический икар на Новодевичьем кладбище в основном он работал с камнем работал замечательно и имя камня это имя Петра и здесь хочется вернуться к Марининской больнице которая создавалась по одинаковому проекту Кваренги в Москве и Петербурге вот она в Петербурге и создавалась она поскольку на Марининской императорице Марии Федоровной помнившей конечно о своем муже Павле в Петербургском церковь Петербургской больницы в обиходе именоваться Павловской даже не Петропавловской конечно Мария Федоровна имела ввиду память императора Павла она возглавляла русскую благотворительность церковь Московской Марининской больнице посвящена Петру и Павлу вот она выступает на заднем фасаде и оказывается что этот фасад есть также фасад храма и что памятник стоит по оси храма если вы отойдете в глубину переулка который ведет перпендикуляру к пожедомке то в какой-то момент над фронтоном покажется шар или крест довольно далеко надо отойти таким образом это Петропавловский храм я хочу сказать что если искусствоведческий анализ не позволяет нам слишком сузить поиск то есть краеведческий анализ а лучше сказать вот такой метакраеведческий это опыт метафизического краеведения опыт приводящий нас к выводу что город двигая памятник с места на место в итоге подобно скульптору который высекает лицо и наконец находит его а вот город двигая памятник помещает его Петропавловское пространство перед фасадом Петропавловского храма повторю это не искусствоведческий уже анализ это вот такой метакраеведения который позволяет нам выбирать дальше из двух из двух имен потому что нет никакого противоречия в том чтобы сказать что перед фасадом Петропавловской церкви мариинской больницы стоит апостольский образ и дальше остается выбрать из двух имен и вот этот выбор оказывается уже очень сложным по материалу это Петр как я сказал с точки зрения программы императрицы Марии Федоровны это скорее Павел если вернуться к тому смыслу который предполагался который предполагался советской властью Достоевскиной Шафоте то продолжая эту тему всерьез мы обнаруживаем минуту обращения Достоевский обращается и это тема Савла Павла с ним происходит обращение не просто превращение а именно обращение ко Христу и тогда эта тема Павла есть еще один сюжет скорее такой веселый вот замечательный ракурс все время разное впечатление это сюжет связанный с моделью кто позировал это вы конечно знаете но может быть никогда не видели вот что это Вертинский в семейном собрании Меркуровых позирует для памятника Достоевского есть в книжке с любезного разрешения семьи вот углубляться ли в эту сторону Вертинский создал маску Пьеро и жест рук в этом смысле оказывается жестом Пьеро это Вертинский жест то есть скульптор в поиске модели искал вот такого Пьеро того кто смыкает таким образом руки после революции Пьеро стал черным это другая маска Вертинского маска в знак революции и мы видим что этот камень способен почернеть не только недостатка света но и например после дождя он живой камень как сказал сам апостол Петр когда возвращал спасителю имя камня и сами как живые камни устрояете священство помните да Пьеро это Петр почему я говорю что это несколько занижает тему потому что мы говорим в этом случае о лечении и получается что здесь и личина и лицо и лик три регистра нижний средний высокий все есть и при этом невозможно дать ответ окончательный Петр или Павел а его невозможно дать по неразделимости этого посвящения в русской церковной традиции это памятник стоящий перед Петропавловским храмом достоевский знаковая петербургская фигура хотя это место его рождения мариинская больница флигель справа не тот где музей в тот они переехали несколько позже это место его крещения церковь Петра и Павла для нас он знаковый петербургский человек и одинаковость мариинских больниц делает на мой взгляд московскую мариинскую больницу экс-территория Петербурга скорее чем наоборот и в центре этой территории стоит достоевский в апостольском образе и имена которые здесь возможны это имена Петра и Павла это петербургский сюжет а рядом стоит Александровский институт с посвящением храма Александру Невскому что более чем распространено но в сочетании с Петропавловским посвящением Мариинской больницы оказывается характерно петербургским сочетанием посвящения Петру и Павла Александру Невскому Таким образом, возможно, мы вправе говорить об экс-территории Петербурга на Божьей Домке и найти ему пару модельное московское пространство, церковь Трифона в Нагнапрудном, ее соотнесение с Успенским собором Кремля. Здесь я не буду эту тему расшифровывать, отсылаю к голове белый кречет храма в книжке «Две Москвы». Церковь Трифона в Верховьях Неглинной, Нагнапрудной, как знак Москвы через Успенский собор. И вот это место, как и возможно, впарано ему в знак Петербурга. Это делает памятник уместным, делает его гением места. Смотрите, когда Петербург отказывается от приставки святости, сам в мировую войну, превращаясь в Петроград, этот образ создается в московской мастерской, когда же возвращается в столицу, он выходит на улицу. И это, на мой взгляд, поразительно. Я, наверное, что-то пропустил и в этом сюжете, но вот что я очень хотел бы еще договорить, надо было чуть раньше. Меркуров очень умный, скольптор, он сам пишет о своих работах, он говорит, понимает это как удачу. Он говорит, что эта фигура о трех осях и об одном центре, причем центр этот вне фигуры. Три оси – это, на мой взгляд, ось взгляда, ось предплечья локтевая и ось вот этой драпировки вдоль левой ноги. Эти три оси – взгляд, предплечье, горизонтальность руки и драпировка – сходятся в некую точку, о которой Меркуров говорит о трех осях и об одном центре, причем центр вне фигуры. Этот центр, есть центр предстояния, да, да, иисусная фигура предстоит перед престолом славы, да, она перед спасителем. Таким образом, настоящий центр этой композиции вне фигуры. И в этом смысле постановка памятника по оси центральной интерколумни очень проблемная. Возможно, да, при таком полуобороте ось центрального интерколумния межколумного пространства стоила оставить свободной. Вот такой еще интересный поворот. Если же вы спросите меня, кто же такой зритель в этом случае, когда он становится на линию взгляда, я отвечу, что человек может быть почтен предстоянием, не правда ли? И вот такая фигура может обращаться к вам в храмовом пространстве, да, в пространстве романского храма, готического храма. Она может быть частью внутреннего пространства храма и предстоять перед вами, да, перед вашей природой, если угодно. Это вполне возможно. И тогда оказаться центром этой фигуры, встав перед ней, да, это чрезвычайно ответственно. И это очень серьезно, да. То есть мы подошли к такому памятнику, где зритель может оказаться не просто участником сюжета, а центром композиции. Вот. Ну, надеюсь, что я не забыл чего-то важного. Все, конечно, в таком изрядном сокращении, потому что это несколько таких развернутых лекций. Ну вот, но тем не менее, я на этом остановлюсь. Спасибо. И если у нас есть время, то можно прийти в формат диалога. Спасибо. Может быть, помодерируете? Как лучше? Мы ведь создаем традицию, да, парада москловедов, мы же не знаем, как правильно. Немножко раздевать. Есть ли вопросы? Добрый вечер. Я первый раз присутствую на вашей лекции, и у меня достаточно сложная ассоциация. Я думаю, то, что у меня возникло на первом взгляде. Вопрос к вам. Для чего вы так сложно трактуете то, что, в принципе, для меня вот то, что вы говорили, гений-место, для меня это эзотерика. Для вас это почему-то вечно божественное. Вот первый вопрос. Все-таки гений-место это эзотерика или это божественное? И второй вопрос. Для чего все так сложно трактовать? Есть авторы, которые что-то прочитали, как-то увидели, для чего вы придаете им... Вот мы просто простые москловеды, мы хотим знать определенные какие-то средние неопанимы. Для чего такое сложное трактование таких простых вещей? Потому что город чудесен. Потому что город есть чудо. Потому что это ощущение, есть то ощущение, которого нам не достает. Нам не достает этого ощущения для жизни. Нам не достает этого ощущения для спасения. города или его защиты. Город – это чудо, это творение, это сотворение, это иерофания, проявление божественного через человека. И, на мой взгляд, в тех случаях, когда это можно нашим скромным взглядом увидеть или хотя бы попробовать угадать, это нужно делать. Город больше себя самого, он больше, полнее и глубже, чем мы думаем. Это для того, чтобы больше любить и лучше защищать, в частности, если переводить в практическую плоскость. Это для того, чтобы сделать город частью нашего общего мировидения. Для этого так сложно. Если говорить об эзотерике, то через тему Фауста это как раз легко сделать. Эзотерика, то есть тайна знания. И здесь, в этих студиях, очень важно, для меня, во всяком случае, не стать Фаустом, то есть не поставить это выше чего-то более важного. Это такое тайна знания, которое не выше всего на свете. Право же, да? Но при таком условии оно возможно. Рустам Бабриевич, большое вам спасибо за лекцию. Спасибо. Я хотел спросить у вас о предмете, который немного за границей лекции. Вот сейчас, в последнее время в городе стало появляться очень много памятников. Станиславский в Камергерском переулке, Карелоген, Александр Первый. Вот с чем бы вы это связали? Как бы вы это объяснили? А вот здесь, в мостике, к предыдущему вопросу, все, что можно объяснять без метафизики, надо объяснять без метаферики. Это от того, что современный скульптор-делец, во-первых, он бежит за заказом, он торопится, он не аккумулирует смыслы, которые аккумулировались в десятилетиях сбора средств, на Пушкина, на Гоголе, когда памятник действительно становился народным, он аккумулировал в себе какое-то ожидание, какое-то желание, да, общее. Ничего этого сейчас нет. Чем дальше, тем меньше, потому что памятник уже ставится путем каких-то спецопераций, да, там, на территории режима ФСУ, где-нибудь в Александровском саду, и мы узнаем об этом как уже преподнесенном подарке. Вот, то есть этот процесс ускоряется, и, конечно, надо положить предел этому ускорению, но в основе здесь гонка за заказом и желанием монополии. Кто бы не сменял другого в роли монополиста, сейчас это новое имя, опять не Микелёв. – Да, ответил? – Ну, честно говоря, это без вопрос. Хотелось пару слов про заказ. – Ну, заказа изначально может не быть, он же подарит нам, да, подарит нам памятник, а заказ – это просто, ну, как конкретная сумма, да, которую можно получить за эту работу, само по себе непредосудительно накормить семейных палавках, накормить свое, там, бюро и прочее, прочее. – Это казалось бы нормально. Но при таком ускоренном процессе монументализации – это, конечно, опасно. При этом тема гений места – это серьезная тема, мне кажется, вот на эту часть вопроса не ответил, но потом к ней возвращаться. Конечно же, гений места – это некто и его воплощение очень часто, да, его телесное воплощение. В этом смысле материализация гений, их постановка в разные сильные позиции – это очень важный такой процесс для города. А то временно нужно вспомнить, что это не традиционно, да, это не православно. Нужно вспомнить, так сказать, большим трудом благословлялось резать, резать, делать резные образы. Спас в темнице, постепенно открывались эти, да, возможности. Спас в темнице, Никола Можайский, Параскева Пятница, Нью Столоменский – этот ряд довольно короткий, до эпохи барокко, когда стали появляться фигуры в иконостасах. А сейчас это взяло разбег, это, безусловно, творчество нового времени, в полной мере, когда эти фигуры, словно бы, выходят из храма, теряют санкцию, выходят из-под контроля, да. А вот этот выход из-под контроля, то, чего боялась церковь, то, чего боялась традиция в преданиях о памятниках гоняющихся за людьми, да, будь то «Медный всадник», будь то «Сказка про Нейса», это вот выход кумира из-под контроля, да, кумира деланиями. Но сначала он вышел из храма, да, где он был оправдан внутри западной средневековой традиции, как бы вернулся, да, он вернулся не в фазе ренессанса, да, а античное трехмерное создание вернулось в действительности в лоне средневековья. А потом она как будто выбегает на улицу, начинает гоняться за населением, и в любом случае выходит из-под контроля. И вот этот выход из-под контроля, он сейчас и наблюдается. — Я, пожалуйста, хотелось бы узнать ваше мнение о памятнике Владимиру Новорогилу-гора. — Ну, мы это комментировали довольно много, и даже группа через разные агентства, через Интерфакс. Значит, когда вы спрашиваете о самом памятнике, да, вот я немножко начал говорить о том, какие образы создавались в объеме, да, их было немного. Это традиция, значит. Если мы изображаем святого, то мы должны об этом помнить. Если это святое в чине преподобных монахов, в святительском чине епископа, да, на мой взгляд, увлекаться трехмерным воянием опасно. Если мы изображаем английские чины, да, вы, наверное, видели Троицу Рублевского извода на стрелке в Ярославле. Что делают люди, оказавшись возле этого памятника? Даже не буду говорить. Значит, и нужно думать много раз, прежде чем делать такие вещи. Барельефная, грельефная техника, но не в 3D, да, не в трехмерии. Не давать поводов туристам фотографироваться с памятниками святых покровителей городов, с Макарием Калязинским. Да, не позволять тереться, еще что-то. Об этом должны думать те, на мой взгляд, кто расширяет санкцию на это вояние, да, постепенно. Вот. В случае с Владимиром мы имеем дело с равнопостойной фигурой, но с фигурой главы государства. Это несколько другой сюжет, это человек с мечом. Дальше скульптор, который, в общем, комментирует свою работу и рефлексирует на эту тему, он говорит, что иконография Владимира очень узкая, крест, меч или то и другое, действительно, как правило, в рост. Есть там иконография Воснецова, где он в купеле, Херсонеско, но это же невозможно, да, и в полу роста. А так, в общем, это очень узкий выбор. Стало быть, если мы изображаем государя, то, наверное, это фигура с мечом. Если мы передаем апостольскую тему, да, то это фигура с крестом, в данном случае выбрана в сочетании того и другого. То есть это я длинно говорю об оправданности самого способа увековечения. Он сам по себе нуждается в некотором оправдании. Это не аксиома, что скульптор может ваять, кого хочет. Вот. И я говорю это с максимально традиционной точки зрения, правда, с гораздо более традиционной, чем он бы сказал. Потому что он себе это разрешил. Если же вы спрашиваете о мести, то эту тему мы комментировали гораздо подробнее. Это опять-таки связано с темой памятника. Передаем ли мы тему апостольского просвещения? В этом случае мы должны найти внешнюю по отношению к городу или хотя бы к старому городу точку, подобно тому, как внешней точкой был Херсонес. То есть точка просвещения должна быть внешней. И внешней или окраинной точкой в то время был Киев. Степь кочевала в сутках к югу от Киева. Это в действительности нижняя точка. Об этом прекрасно писал Крючевский. Страна восходила от Киева по такому древу притоков Днепра, по древу речной системы. Киев – нижняя точка. Точка овладения властного, но и точка просвещения. Эта точка должна быть окраинной или внешней. В этом смысле гора, лежащая вне старого города, да еще и на юго-западе, то есть на векторе греческого просвещения, это правильная гора. Эту точку можно искать по отношению ко всей современной Москве. Внешнюю по отношению к Москве. Тогда это дальше. Можно искать внешнюю по отношению к старой Москве. Тогда это довольно точно. Если мы при этом хотим создать метафору Киева, это третий поворот. Извините, я буду, наверное, подробно отвечать на то. Это третий поворот. Тема «Москва как новый Киев» началась в XIV веке с приходом сюда святого митрополита Петра Киевского. Его сейчас именуют московским, но он титуловался киевским. Он сделал Москву новым Киевом на рубеже первой и второй четверти XIV века. Это сюжет глубоко традиционный. Именно Москва, в ограде Кремля, Москва Ивана Калитии и митрополита Петра стала новым Киевом центром церковной власти в тот же момент, когда князь получил ярлык, и Москва стала центром светской власти. Ярлык на великое премьерение Владимирское. В XVII веке эта тема прозвучала иначе, когда Киев был понят как в неположной Москве. Например, есть предание о том, что уже в XIV веке на Астожье было село Киевец, которое было создано Иваном Калитой для выходцев из Киева в числе 1700 человек в главе с боярином Родионом Несторовичем. Представить, что так двояко работает модель Москвы, как Киева в XIV веке, то есть Кремль, Москва-Кремлевская, есть Киев, потому что в нем сидит митрополит Петр, и при этом есть вне Града на Астожье Киевецники, Малый Киев, которые показывают, что Киев – это внешняя точка, это представить довольно трудно. Оказывается, что в XIV веке мы не знаем Киевца по хроникам, а знаем мы его с XVII века, а знаем мы его из фамильных преданий Квышлених и Квышлених Самаринах, потомков Родиона Несторовича, которые именно в родословии удревняют этот самый Киевец и говорят, что их предок Родион Несторович пришел в XIV веке в этот Киевец. То есть таким образом представление XVII века переносится в XIV. И вот оказывается, что в XVII веке Киев видится как внешняя точка. И это абсолютно точно, потому что в этот момент готовится воссоединение, и основа этого воссоединения в том числе готовится и церковь, потому что Никоновская реформа – это реформа на киевских условиях. За воссоединение заплачено расколы. Это надо понимать. И еще более сильный знак Киева, чем Киевец – Воробьевы горы, на мой взгляд, именно в XVII веке, потому что на Подоле ставится училищный Андреевский монастырь по образцу Могилянского коллегиума, стоящего на Подоле. То есть Воробьевы горы, как Киевские горы, это модель XVII века. Поэтому в книжке есть глава «Шапка и корона». Ну, там, часть главы. Это серьезные вещи, серьезные вещи, глубокие. В этом смысле, как и с точки зрения выбора вот такой апостольской горы, пограничной или внешней, окраинной, и с точки зрения выбора метафоры Киева, что уже несколько. Это представляется весьма разумным, хотя звучит немодным. Но это не отменяет ничего, ни того, о чем я уже сказал. То есть способов выбора, как у вековечной памяти, да? Еще раз, вояльния человеческой фигуры, это не аксиома в данном случае, да? И это не вполне традиционно. Это не отменяет из очень конкретных решений, полнировочных, архитектурных и прочих. Это не отменяет художественной критики. Это не отменяет архитектурной критики. Это не должно стоять, ну, с этим уже все согласились, это не должно стоять на кромке, это не должно стоять на смотровой площадке, ни по закону, потому что это часть территории памятника Московского университета. А территория памятника – это не кадастровое понятие. Это правовой режим, нами с вами положенный, в таких-то границах, независимо от кадастров, где мы говорим, здесь творчество нового закончилось. Авторы университета все здесь создали. Это не просто буква закона, это смысл. Кроме того, можно отдельно рассматривать те смыслы, которые колубятся на смотровой площадке, их очень много. Мажаев прекрасно об этом написал, Саша, на днях, вот этот, да, трамплин с Авранского. Я пишу об этом в той же главе, которую я назвал. Это действительно глубочайшая тема, потому что это ответ всадником Булгакова, которого с этого места покидают город. И это темная тема. Задача привести ангелов в небо над Москвой, ангелов в помощь влюбленным, и Савранский, которого лица мы не видим, который ничего не говорит. Это, конечно, противоположность булгаковскому сюжету. И то, что он с этого трамплина летит назад в город, это потрясающе. И то, что этот фильм, миф, это очень важно.